Вы моя едина надея на краще. Подскажите, как мы нибудь все, что я хотел, руйнуете? Коханная людина меня покинула. Я просто в роспочи. Как мы нибудь дали, рука опускается. Когда человеком происходят такие ситуации, он должен следовать определенному скрипту поведения. Первое, что необходимо делать. Человек должен знать, что жизнь человеческая, она все равно связана с тем, что вам придется жить. То есть вам придется жить все равно. Придется жить, и вы все равно эту жизнь будете жить. Бросили вас, не бросили. Есть деньги, нет денег. Жить все равно придется. То есть это пункт номер один. Второй вариант звучит так. Закончить жизнь самоубийством. Этот вариант не подходит, потому что самоубийство это простой путь. Он не связан с человеческим становлением. Ну и надо же было столько жить. Знаете, умереть может каждый. Попробуй поживи так, чтобы можно было прожить. Второе. Когда человека бросает кто-то, когда человек оказывается в тяжелейшей для него ситуации, что он должен делать? Обычно человек жалуется окружающему миру. Когда человек жалуется, для чего он это делает? Когда человек жалуется, что он хочет? Человек хочет помощи. Потому что когда человеку плохо, то он хочет помощи и хочет, чтобы ему кто-либо помог. Он интуитивно и подсознательно требует, чтобы его кто-то успокоил, дал надежду, дал ему возможности и веру в то, что дальше будет хорошо. Поддержал материально, физически и всячески по-другому. Но мир так устроен, что люди не привыкли друг другу помогать. И поэтому, когда человек начинает жаловаться окружающим людям, то максимально, что он получает, это ему говорят, мы за тебя помолимся и держись. Но в целом помощи никакой нет. Поэтому не в тот момент, когда вас кто-то бросил, помните, что ухудшить ваше состояние вы сможете, если вы начнете жаловаться окружающим людям в этом. Потому что когда человек начинает жаловаться, он ждет помощи. Помощи он в итоге не получает, а только ухудшает свое состояние. Почему? Безразличие дополняет предварительную обиду. Потому что человек обиделся на того, что его бросили, а потом он ждет помощи и рассказывает кому-либо. И в тот момент, когда он кому-либо рассказывает, то ждет помощи от этих людей, помощи не получает. И таким образом увеличивается состояние разочарования. Разочарование собой, разочарование миром, разочарование еще чем-либо. И третье, что же нужно делать? Обязательно ищите как можно больше друзей. Для того, чтобы выживать, если вас кто-то оставил, вам необходимо находить как можно больше друзей. Где? Все равно, это не имеет значения. Кому-нибудь можете писать там в Facebook, пообщайся со мной, поговори со мной, говорите с кем-нибудь, каждому позвоните, кого вы знаете, и поговорите. Не говорите, что вас бросили. Скажите, мне необходима помощь, мне необходима моральная помощь, мне необходима физическая, материальная и так далее. Старайтесь позвонить родителям, если родителей нет, позвоните близким друзьям, если нет. Вообще, человек так устроен, что он не напрасно ведет коммуникацию, и очень часто именно такие люди являются для человека основой коммуникации и дальнейшем помощи. Вы когда-нибудь задумывались, для чего нам друзья? А ведь друзья как раз и необходимы нам для того, чтобы в тот момент, когда очень плохо, иметь возможность обратиться к ним и помочь им. В моей жизни была такая ситуация. У меня была ситуация, когда пришлось обратиться за помощью, и оказалось, что самые близкие друзья, которые у меня были, они мне не помогли. А совершенно чужой человек, совершенно чужой человек, которому просто так обратился, очень мне помог. Просто на ровном месте, позволив, это было еще в студенческие годы, позволив две недели пожить у себя, при этом не взяв с меня никаких денег. Я до сих пор благодарен этому человеку. Это была девушка, она была холостая, но сразу же меня предупредила, что никаких отношений у нас быть не может и так далее. Тем не менее, я могу сказать, что это очень похвальная черта человека, который может четко рассчитывать на то, что у него есть друг. Ну и третье, всегда помните, мир, он одушевлен. Мир, он одушевлен. Что такое быть духовным человеком? Это очень важно, и попробуйте услышать то, что я скажу, а скажу я простыми словами. Смотрите, мир так устроен, в эзотерике считается, что все вокруг человека это живое. Вот возьмите ребенка и попробуйте нахмуриться, и попробуйте побубнить. Возьмите маленького ребенка, он прямо прямое отражение человеческого внутреннего мира или человеческой внутренней души. Ему ничего не нужно и так далее. Нахмурьте лицо и попробуйте побурчать, где-то бобу-бобу-бобу-бобу, отвечать на этого ребенка. И он, скорее всего, расстроится. Он будет плакать или будет насупливаться и так далее. Дело в том, что мир так устроен, что если вы являетесь солнцем, являетесь радостью, то к чему бы вы не проявляли радость, эта радость будет взамен. Как ребенку, улыбайтесь ребенку, он вам улыбается. Так человек улыбается чему-либо в своей жизни. Чему нужно улыбаться? В своей жизни. Если очень плохо, посмейся с этого. Я когда-то научил своих детей, научил свою жену. Когда очень часто. И когда, вот смотрите, сегодня тебе плохо. И раз тебе плохо, ты расстраивайся. Завтра плохо. И раз тебе плохо, ты расстраивайся. Послезавтра плохо. И ты начинаешь копаться, что же делать, как мне поступить, почему это произошло. А потом начинается депрессия. Что нужно делать? Когда на следующий день вам будет плохо, то посмейтесь с этого. Скажите, ага, ну ничего страшного. И так бывает. Почему? Это тотально переворачивает образ вашего мышления и дает решение. Говорите себе, ничего страшного. Муж бросил. Ничего страшного. Вскоро новый появится. Не за что жить. Ничего страшного. Скоро будет за что жить. Попробуйте меньше тратить. Попробуйте сконцентрироваться. Попробуйте выписать список или подойти к этому как шпион разведки какой-нибудь, который ищет возможности или ищет возможности, чтобы ему кто-то помог. Выпишите всех потенциальных людей, которые могут вам помочь выживать или оплатить, или переедьте к кому-нибудь, поживите. Постарайтесь как можно больше с друзьями общаться. Найдите тех, кто вас любит. Постарайтесь обратиться к знакомым, к знакомым там, к сестре или поедьте к близким. Самое простое это родители. Решения при помощи родителей или с помощью родителей, они самые эффективные, самые быстрые. И еще раз несколько слов вообще о том, что весь мир вокруг нас живой. У человека нет денег. Вот смотрите, у человека нет денег. Человек говорит, у меня нет денег, я расстроен. Что же делать? У меня нет денег, я расстроен. Энергия денег, она живая. Что нужно делать? Будьте солнцем по отношению к денег. Делайте так. У меня нет денег. Ха-ха-ха-ха, ничего страшного. Когда-нибудь же они у меня появятся. Да, ничего страшного. Ага-ха-ха-ха. Это очень важно, вести себя именно таким образом. Почему? Дело в том, что когда человек подходит к какому-нибудь пределу, допустим, вы подошли к большой луже. И вам необходимо эту лужу перепрыгнуть. И вы говорите, почему лужа увеличивается? Почему лужа грязная? Почему лужа здесь расположилась? А у других луж нет. Почему у меня именно здесь лужа? Смотрите, почему у вас появилась лужа? От того, что вы будете знать. Глубину лужи, вкус лужи, цвет лужи. И почему у других нет луж, а у вас есть, это не изменит вашу ситуацию. Что необходимо сделать? Единственный выход из любой ситуации, которая связана с лужей, это ее перепрыгнуть. Других вариантов никогда не бывает. Поэтому любая ситуация, в которой вы видите тупик, любой анализ такой ситуации, при которой у вас возникает тупик, помните, никогда ничего вам не даст. Если бы вы знали ответ, вы бы на него ответили. Смотрите, перед вами большой канал или большая лужа. Что от того, что вы будете знать, кто его сделал, этот канал, или кто эту лужу здесь открыл? Что от того, что там ваши родители участвовали или не участвовали? Лужа же уже есть. Что от того, что Бог создал лужу для вас и нет ни у кого? От того, что ни у кого луж нет, лужа изменяет себя? Есть ситуация, она уже существует. В этой ситуации от вас ждут чего? Когда у человека появляется какая-либо тяжелая ситуация, то эта тяжелая ситуация, она может быть только преодолена путем первое принятия и второе игнорирование. Это нужно знать всегда. Смотрите, слова. Почему, от чего, из-за чего, кто виноват, не поможет. От чего лужа? Все равно. Почему здесь лужа? Все равно. Какая лужа? Все равно. Кто виноват в этой луже? Все равно. Что нужно делать? Действовать. Что нужно делать? Разогнаться, перепрыгнуть. Точно так же и в любой ситуации. Ваши слова. От чего, почему, как, неважно. Говорите. Там мне пофигу. Пофигу, куда он пойдет. Пофигу, из-за чего это произошло. Кому я не нравлюсь, у того нет вкуса. Я все равно буду жить. Бог есть свет и он мне поможет вырваться. Нету сейчас мужчины, который поддержит. Будет мужчина в скором времени, который поддержит. Нету денег, будут деньги. Нету друзей, будут друзья. Относитесь к этому миру, как к живому существу. Не нужно ждать солнца от других. Сами станьте солнцем. Вы есть солнце для людей, будете получать солнце. Вы есть душа, которая дает этому миру улыбки. Будете получать улыбкой. Помните песню? Поделись улыбкой у своей. И она к тебе еще не раз, конечно же, вернется, дорогой. Именно поэтому никогда не сдавайтесь. Я всегда говорю слова черепахи-тортилы. Никогда не знай покоя, плачь и смейся, не в попад. Я была сама такой 300 лет тому назад. Поэтому сцепите зубы, зашнуруйте или расшнуруйте обувь. И станьте свободной женщиной, которая всем врагам назло, всем своим видом создает эффект, а мне все равно. Почему? Потому что вы красивая. Потому что вы, а кому вы не нравитесь, у того нет вкуса. Потому что если он ушел в другой, его проблема. Вы думаете, он от вас ушел? Послушайте. У людей может быть, ну по крайней мере, если я сейчас вспомню, ну 3-5 проблем, которые могут заставить человека уйти от своей женщины. Какие? Ну самые простые звучат так. Не смог преодолеть трудности, большие запросы у женщины, не смог содержать свою женщину, другая женщина имеет меньше запросов, устал от всего. А еще есть другие системы, которые звучат так. Гормонов не хватает, может быть психическое заболевание развивается, может быть заболевание мозга, может опухоль какая-то развивается, может вообще заскоки. Не догулял, не до ополодотворял, не до чего-то там сделал. Махните рукой. На улице, 24-й год. 2000 лет после Рождества. И я могу сказать, что это время далекой эволюции, которая сейчас делает женщину нужной. Поэтому есть миллион мужчин, которые хотят вас, есть миллион предложений, которые захотят, или которые проявятся по отношению к вам, миллион людей захотят вам помочь. Главное, не упустить возможность быть солнцем. Найдите, махните рукой, скажите флаг ему в руки, я все равно буду жить, всем врагам назло, я все равно пробьюсь. Включите 333-ю скорость, я не знаю как выживать, приседайте, я говорю это серьезно, приседайте.